Христианство основывается на вере в существование бессмертной души, но мне непонятно, чем можно вообще доказать ее существование, и как поверить в то, что она бессмертна. Хорошо, давайте перечитаем вопрос по-другому. Мы сейчас с вами, как здравомыслящие люди, основываемся на доказательстве существования ума. Вы можете доказать, что в голове или внутри человека существует ум? Мозги, да, да, мозги можно посмотреть, проверить, докопаться на них, поремонтировать даже, в конце концов, мозги можно. Но наличие ума – это такое бездоказательное состояние, потому что, ну что, человека… Ну да, можно человека назвать безумным, но это же фигурально выражено. Ну или сейчас человек сумасшедший, говорят, его безумный, или человек, который там способен на какие-то подвиги, тоже его называют безумным. Но наличие ума в человеке все равно есть. Вы знаете, когда спрашивают, веришь ли ты в Бога? Есть понятие веры в Бога, а есть понятие знания Бога. Вот духовные люди не верят в Бога, а знают Бога, потому что, ну, не верят в Бога именно те люди, у которых ума нету. А человек, который способен анализировать, способен видеть, видеть вокруг себя природу, видеть вокруг себя явление, бытие, видеть существа, какие-то взаимоотношения не даже социальных, он понимает, анализирует это и знает, что здесь человеческая рука не притронулась. Все, что это существует, все, что сотворено, это явление, которое намного сложнее, чем человек может подумать и представить. И он начинает думать о Боге. Вот, поэтому доказать существование души, ну, наверное, невозможно. Зачем человеку что-то доказывать? Если человек хочет именно доказательств, ну, можно, существуют определенные философские схемы, в которых доказывается существование мира невидимого, ну, это, знаете, это для человека, у которого ум хочет гимнастики, а все-таки не живого Бога. А наличие живого Бога, оно человека освобождает от нужды постоянно что-то доказывать. Знать Бога, знать, что Бог есть любовь, знать, что Бог хозяин всей Вселенной, всего бытия, это намного радостнее и приятнее, чем знать все математические и философские схемы, которые определяют его наличие, его бытие. Вот, поэтому все люди, с которыми приходилось сталкиваться в жизни, все люди, просящие от тебя доказательства существования Бога, они все-таки к Богу не пришли. К сожалению, большому все эти дискуссии заканчиваются только тем, что в человеке возникает антагонизм. Антагонизм к тексту, антагонизм к автору, который цитирует собеседник, антагонизм к самому процессу диалога. И в конце концов, внутри человека возникает какая-то агрессия, он начинает внутри себя думать, а почему я не сказал то, а почему я не сказал то, а почему я не спросил то. Даже через некоторое время, когда возвращаемся к этой дискуссии, человек начинает излагать то, что вроде уже обсудили, и поэтому дискуссия рождает следующую дискуссию, а знание, оно не рождает ничего, кроме самого себя. Вот поэтому, ну вот представьте на себе 2G24, мы знаем, что результат вот этого математического сложения в этой системе измерений, оно равняется четырем, и никаких дискуссий здесь и нужно. Да, бывают другие варианты, но это другая система измерений. И в другой системе измерений будет что-то, нечто другое, но это, опять же, не доказательство, это просто знание. Поэтому, чего вы хотите? Если вы хотите достичь Бога и прийти к Богу, нужно просто туда идти и его достигать. Если вы хотите себя самого убедить в его существовании, ну, я не знаю, чем это для вас закончится, хотя хотелось бы, но, к сожалению, практика показывает, что ищите Бога, и вы его найдете, вы его найдете как личность. А доказывать самому себе, что он есть, приведет вас к тому, что дьявол вам будет подбрасывать очередные аргументы, очередные схемы, очередные вопросы, которые будут вас вводить в сомнение, лишние обсуждения, которые к конструктивности не приведут. И Бога можно за этими диалогами и философиями просто потерять как личность. Аминь. Вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.